Вы звезда кино, еще к тому же, кроме как звезда театра. С чего начиналась ваша карьера? С чего начиналась моя карьера? Она начиналась с кинофильма «Посредник» Владимира Потапова. Внимание на экран! Это Олеся вам 14 лет здесь, да? Да. Какая хорошенькая. Слушайте, ну вообще совсем другое лицо. Очень Артемка похожая сейчас. Артемка, ваш сынок малюсенький. Такие щечки, все-таки щечки. Ну, уехала, видимо, спортом, перестала заниматься, все-таки на три месяца выйти из формы, это, наверное, там далеко от мамы во Львове съемки. А ела я, по-моему, так бы хорошо достаточно. И бутерброд с колбасой каждый день. Слушайте, потрясающе. А какой взгляд одухотворенный, да? Да, умная, глубокая девочка, с судьбой видно сразу. С судьбой видно, да. Или влюблена очень серьезно. Ой, была влюблена в Денису Членова, да. Мальчик, который со мной снимался. Что вы так, Сергей, вы меня смотрите? А как вы его звали? Ну, так вы его и звали на площадке. Я всегда не понимала, почему взрослые смеются. Мне он очень нравился. У вас было такое ощущение, что вы после этого фильма, после его, так сказать, трансляции телевизионной проснулись знаменитой. Когда третья серия прошла, титры пробежали, и вы проснулись на следующий день знаменитой. Ну, не на следующий день, но в школе прям однозначно была королевой, я помню. Мама даже мне сшила. Мама вообще меня любит очень. Она сшила, она ухаживала за мной, все время причесывала, и какие-то новые платья. Сшила мне красное платье, я ее попросила на выпускной. И просила постоянно при примерках все как-то отрезать, отрезать. Короче, короче, короче. Ну, и в конечном итоге она такой получилась, что сидеть я в нем только могла. Стоять точнее, сидеть уже нет. Вот. И так и простояла, в общем, весь свой выпускной. Я помню, наша школа была отмечена как, ну, как-то, не знаю, там, грамотной или чем-то. В общем, мы были одной из ведущих школ Москвы. И нас пригласили в Россию отметить выпускной. И, в общем, вот, поднималась по красной лестнице в красном платье. Первая моя красная дорожка в жизни. И уже меня объявляли как кинозвезду у школы 800. Ой, Господи, что я говорю, 513. В сознательной жизни какой был вот фильм, который, так сказать, после которого, ну, вы тоже, ну, если не проснулись знаменитой, но вот для себя поняли, что вот я, сказали вы себе, ты, Олеся, вы сами себе сказали, ты, Олеся, актриса кино. Кино. Актриса кино. Ну, я себе это сказала после кинофильма «Посредник». Нет, ну, это вам было 14 лет тогда. Нет, я увидела, что я научаюсь, я очень полюбила камеру, я поняла, что это такое взаимоотношение с ней. И со мной это происходило на площадке, я прямо поняла, что если у меня это случится в жизни, то я уже смогу себя назвать актрисой. Хорошо, я задам вопрос по-другому. А популярный стал, о том, о чем вы спрашиваете. Однозначно совершенно это случилось, наверное, после сериала «Остановка по требованию». Он прошел по Первому каналу, достаточно много его повторяли. И я выдержала огромнейшую борьбу, сложнейшую, тяжелейшую, на кастинге, теперь так называется, а тогда это были пробы, на кинофильм «Мусорщик». Было очень тяжело. Кинофильм «Мусорщик». Ну вот я считаю, вот если бы я снялся в кинофильме «Мусорщик» в роли женщины, ну если бы вдруг так каким-то образом произошло... Ну у вас другая судьба, у вас Олимпиада впереди, конечно, гимнастики. Да, я бы на самом деле фильмом этим гордился, потому что он, по-моему, очень хороший. Мы любим его, да. Он хороший. Не мы, я не про себя, я про нашу команду. Да, он как-то, к сожалению, почему-то как-то проскочил не очень замеченным, может быть, был какой-то безвремени. Нет, не знаю, его очень много повторяли, да, и, по-моему, каждый год. И вообще его зимой показывают по Первому каналу. Да, зимой именно. Да, это мимо вас он проскочил, Сергей. То есть традиция такая, показывать зимой... А там зима просто в кино, и там елки кругом, поэтому, может быть, его как-то... Да, там играет с вами... Ассоциирует с Новым годом, да. Там играет с вами... Алексей Гуськов. Алексей Гуськов. Люблю Лёшу, мы с ним родились в один день. Такая же история с Гошей Куценко. У нас у всех 20-го мая день рождения, мы клонированные, поэтому нам, наверное, легко друг с другом рядом. Ну, понятно. Кого бы вы хотели сыграть? Вот роль мечты. Вот хочу сыграть... Актеры обычно мужчины, мужского, так сказать, пола. Говорят, хочу сыграть Гамлета. To be or not to be. Что благородней? Покориться? Я вот вообще никогда не озвучиваю свои мечты. Ну, не потому что и верно, но не озвучиваю. Роли приходят как-то из каких-то... Из музыки, из картин, из ощущений. Я в свое время мечтала сыграть... Ну, я очень много сыграла у себя на курсе. Там, в театре, вот в первом, о котором я вам рассказывала, и Джульетту, и Офелию. И Офелию сыграла в Амхате потом, в институте. И мы очень много переиграли и в Эдевиле, и Чехова, и рассказы всяких разных авторов. Поэтому я не могу сказать, что я как-то вот прям несчастная, недоигравшая. Я мечтала сыграть Анну Каренину, и, наверное, сейчас в большей степени даже не в кино, а в театре ее мечтаю сыграть. Медею, например, я вот о ней тоже думаю. Я думаю, может быть, Елизавету. Ну, такой конкретный, вот, я бы не хотела говорить. Вот, я хочу сыграть эту роль очень. Что придет ко мне, я с удовольствием это приму, и Бог поможет, сделаю. Какая была самая, вот, скажем так, ну, тяжелая, может быть, даже физическая роль? Вот, приходилось прям лазить, пахать, валяться в грязи, быть раздавленной танком. Да. Ну, вот, кстати, посредник, он тоже был очень непростой, приходилось вот как раз падать в грязь. Для меня это было, я была очень аккуратная. И, я помню, меня привязывали за какой-то канат, сзади сидел толстый противный дядька, каскадер, которому нужно было упасть в руки. Для меня это было просто физическое неприятие, изнасилование внутреннее. И меня режиссер водил в лес за руку и говорил, что, Олеська, успокойся, да что же это такое? Почему-то я говорю, нет, пусть меня не трогают. Пойдет жирному уроду на руки, ну, что такого? Ну, приблизительно такого рода была беседа. Да, может быть, как-то где? Ну, может быть, да, я формировалась в это время, у меня было очень там вот как-то острое ощущение. Вот, и лицом приходилось падать в грязь. И я помню, я лежала под какой-то машиной, там вот есть этот кадр, и на лицо капают трубы, какая-то жирная, не знаю, наверное. Мазут. Ну, мазут-то из машины вряд ли капает. Ну, в общем, что-то в этом роде Сергей капал. Бензин, может быть? Ну, может быть, наверное, если бы так опасно было, рядом бы меня там... Бензином заправляют автомобили. А вот не рядом с той трубой, в которой заправляют бензин, я лежала. Рядом с выхлопной. С выхлопной, правильно. Ну, в общем, физически она была достаточно тяжелая. Я помню, что очень тяжело было озвучивать мусорщик, потому что мы снимались при температуре что-то около 30 минус. А Сережа Астахов, оператор наш, он лихой парень, он снимает в тельняшке на улице. Ему тяжело носить, например, на себе камеру. Он поэтому вообще не одевался. Перерывы у нас были коротюченькие. Мы забегали отдышаться в автобус, попить горячего чая. И уже Сережа говорил кадр следующий. Ну, да, там видно, что зима настоящая. И когда мы озвучивали одну сцену нашей прогулы, по лесу было очень тяжело попасть в эти губы, потому что реально видно, что они замыкаются. Это было ужасно тяжело. Ну, и такой вот я вспоминаю, конечно, мороз я тяжело переношу. Физически было невесело. Да. А вот когда вы учились в УЗИ, в Амхате, у вас же там было даже, я насколько знаю, вы даже фехтование изучали там. Ну, это, по-моему, в любом институте театральном изучали. Можете мне показать какие-то приемы? У вас есть шпага? Ну, конечно. Блестящая. Вы подготовились, давайте. Во-первых, как надо держать шпагу? Вот, ну, как-то я не знаю. Как ленточку, да? Нет, вот она. Вот здесь у вас пальчик. Спрячьте его. Пальчик под гарду заходит, да? Ну, для того, чтобы нам не поранить кисть руки, вы понимаете? То есть большой палец мы кладем на рукоятку под гарду, вот эту защитную, да? Да, отлично. Так. Значит, если это Испания, ручку можно держать так. Да, мы с вами сидим между ног на одной стороне. Сейчас вот как мы сидим между ног. Значит, центр тяжести у вас должен быть на, ну, левой ноге. Иногда люди делают стойку на правой ноге. Мне удобнее, чтобы левая нога была впереди. Ага. Ну, вот видите. Значит, у меня на правой должен быть вес. Да, да. Центр тяжести на ноге. Туловище моё немаленькое. И передвигаемся мы вот таким образом. Переставляя ноги, да. Французы держат вот так, вот так руку. А, а испанцы? Я делаю, да, мне удобнее делать, как испанцы, вперёд руку держать. Здесь кинжал, наверное, нет? Возможно, да. Но мы, да, мы из кинжала, мы с двумя шпагами, я помню, делали упражнение. Но в данном случае у нас с вами ничего в руке нет. Да. Рука свободна и расслаблена. Подождите, ну, можно же просто треснуть. Ой, простите. Не бойтесь, она у вас пластмассовая. Серёженька, держите, чтобы вы всё побросали оружие мужчины. Ну, можно же треснуть по этой руке, а человек схватится за неё. Мы должны быть на таком расстоянии. У нас с вами коротенький подиум, поэтому нет возможности отойти. Мы, конечно, должны быть с вами друг от друга на безопасном расстоянии. У меня нет возможности сделать выпад. Я научу вас этому. Давайте. Вы вот делаете шаг левой ногой широкий. Мне очень неудобно вот с этой рукой. Сделайте по-французски. Как будто медведь какой-то. Послушайте, если... Вот так, мне кажется, вот так как-то романтично. Но вы себя чувствуете свободно. Тогда кисть должна быть тут расслабленная, да. Мне кажется, ещё можно прищёлкивать при этом как-то так. Так не надо. Вы отвлечёте себя. Ну, может быть, вы так можете на себя отвлекать врага, да, таким образом. Так. Угу. Так. Ну вот я, к сожалению, не могу вам показать. Вам нужно сделать выпад ногой. Левой. Да, вперёд. Широко, да. Оставить прямую коленку. Вот это очень красиво. Но остаться вот на этой ноге, да. Да. И, например, вот таким образом нанести через... Расслабьте ручку на секунду. Сейчас, подождите. Господи, я даже не могу вам показать, как это сложно с вами, Сергей. Вот таким образом удар. Вот таким? Нет, не вот так вот. Назад шпагу заводить не надо. А удар наносится вот таким образом. Так, да? Да. И отступить назад сразу. Ой! Бывает. Да? Ну, это мы с вами вот растяжечкой позанимаемся. Да. Мне кажется, я сейчас похож на Сиранода Бержерака. Вы красив как боксер. Да? Да. Такой Сиранода Бержерак, такой уже не очень молодой такой поэт. Он так выпад сделал. Ой! Обратно ему не... То есть надо убивать сразу, да? Точно, что после операции возвращайтесь, пожалуйста, Сергей, в обратную позу. Брестяще. К сожалению, я не свободна сегодня, понимаете, в движениях. Да. Есть очень хороший трюк сделать... Да, да, да. Вот вы не можете, кстати. Вот давайте я вас научу, а я сделаю за вас трюк. Ага. Вы можете вот... Представим Олесину голову, мы как будто ее отрубаем. Желательно сделать от локтя. Вот сейчас мы вот так вот сделали. А здесь острая? Нужно сделать так. Понимаете? А вот эта вот часть острая нашего орудия? Нашего? Нет, Сергей. Нашего пластмассовая. А так? Должна быть острая? Немножечко, да. Причем там даже есть такая луночка, по которой стекает кровь. Как это красиво. Так, значит, отрубил голову, Алисия. Да, и вот смотрите, когда вы сейчас вот это вот движение сделаете, я подойду достаточно близко, чтобы нам сейчас сделать эффектное... Держите, чтобы все время бросаете оружие. Вы доводите шпагу. Так. Мы сделаем с вами одно движение такое, так, чтобы... Попробуйте его довести сейчас до моей шеи. Возвращаемся в положение начальное. Доводим до шеи, до Олесиной. И вот здесь, вот отсюда, должно быть резко так, шах. Да? Не бойтесь, Сергей. А, то есть вы будете уворачиваться? Я попробую. От вас, конечно, сложно это сделать. Ну, я... Человек-молния. Сергей, это блестяще. Давайте. Сделаем трюк. Значит, мы сначала с вами стоим в этой позе, и потом делаем так вот так вот, да? Да. Шам! Только надо ее провести было уже, Сергей. Что же вы тормозите? Мы уже с вами трюк делаем. Подождите, а я не понимаю, в чем трюк? Наш с вами оператор увидит, как вы мне отсекли голову. Или, во всяком случае, попытались это сделать? Подождите, ну, я вот... Вот доведете, да, и отсюда резкое движение такое, в сторону, дальше, не нужно тормозить здесь, мы ее дальше вот так вот проводим. Да? Да. Еще раз. Там, вот там что-то вы задели, у нас никогда трюк не получится. Сергей, давайте мы дома потренируемся. Я не понял, в чем трюк просто. Не понимаете? Нет. Он чисто визуальный. Ну, вы мне покажите просто, и все, да мне. Вы мне отрубите голову. Сергей, я боюсь. Ну, вот по идее, я должна сделать так, фам! Так. Вы вот так, если не сделаете, а сделаете резко. Будет впечатление, что у вас, ну, вам отрубили голову. А-а-а! Актерская обманка! Браво! А-а-а! Ну, давайте попробуем. Я отрублю все-таки вам голову. То есть вы хотите это со мной сделать? Брестяще! Ой! А-а-а! 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 Как же вам... Вы неправильно стоите, Сережа. То есть, по идее, если бы вам было удобно на этой ноге, да, вот эту ногу делать неопорной, тогда бы ваша шпага была в другой руке. Вы должны быть открыты, понимаете? Потому что вы все время в зоне доступности находитесь. Хочется, у меня у кого-то в печень попросит. Вы должны быть развернуты корпусом, так, чтобы вас... Вы так очень широкий получаете. Мне кажется, я и так широкий, и так широкий. Это такое ощущение, что я широкий. Поэтому, если вы хотите вот эту ногу ставить вперед, то вам и шпагу нужно поменять. Поэтому, наверное, вам придется привыкнуть делать вот так вот. Так, вот перед каким-то боем мы бы с вами скрестили бы шпаги и отошли бы назад. Да. Так. И вот теперь вы делаете замах. Это для театра. Сергей, я боюсь с вами делать это. Не надо ходить. Вы видите, вы уже ходите. Вы несколько неадекватны. Давайте мы закончим на этом. Подождите, вы должны чем-то, какую-то точку поставить. Потому что мы ничего не научили никому, ничему. Вот. Поклон мы делаем. Мы делаем с вами поклон. А, то есть... К носу и лбу. Так. Делаем шаг назад. Та-там. А какой ногой делаем шаг назад? Левой вам лучше сделать его. Угу. Сильно не прижимайте нос, а то я боюсь, что вы его порежете. Сергей, держитесь. Пойдемте домой. Все, я боюсь завтра. СМЕХ СМЕХ СМЕХ